Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Начнем с тренировки. Естественно, забираем наших ребятулик, которые тут засиделись уже у нас. Целых две недельки ждали как... Оуу! А вот это интересно, что тут у нас? Так, покажите мне пожалуйста, кто у нас тут? Да неужели, неужели старый воин получает у нас последнюю пятую звезду? Ребят, я к этому долго шел и наконец-то пришел. Наконец-то он у меня стал фуловым. Так, подожди, но это еще не все. Ёпперсетэ, да не может быть. Ребят, сегодня просто счастливый день для меня. Чумная мышь, чумная мышь получает у меня тоже последнюю пятую звезду. Это просто имба. Я очень рад, на самом деле очень рад, что у нас босс пропался полностью. И чумная мышь. А я вам говорил, что скоро очень много будет апаться персонажей, потому что практически все имеют уже там определенное количество карточек. Там где-то 100 не хватает, где-то 50, где-то даже там 30 для того, чтобы пропаться. Ну что же, зайдем в магазин, возьмем бесплатно копейщицу. Даже вот здесь, ребят, посмотрите. Нам не хватает всего лишь сколько? 110 карточек и копейщица тоже будет пропана. Не имеет значения, что она мне не нравится, но факт в том, что она будет у нас фуловая. Так же, как и Хиллбот. Ему тоже здесь осталось, ну, грубо говоря, 200 карточек. Вот на короля еще много, там, да, там 700 карточек еще. Но все равно, все равно это хорошо. Так, давайте зайдем на ареночку. Заберем. Вау, 21 ведьма, это шикарно. Так, 21 ведьма, и что нам из сундука выпадет? Черепаха. Жаба с пушкой. Зомби, деньги и 20 карточек на башню. Так, давай быстренько с тобой пробежимся сейчас по ареночке. 45 уровень, я тебя умоляю. Серьезно, что ли? Дай-ка мне потратить энергию на отряде, который мне не особо нужен. Ну, предположим, даже вот этот вот. Ну, что, ребят, покажем, да? 45 уровень, где раки зимуют. А раки у нас зимуют как раз вот здесь вот, ребята. Как раз вот на этом побережье ледяном. Вот в этой речушке. Так что пускай идут и ловят их. Тут одного, даже самурай, наверное, будет достаточно, чтобы он прошел. Смотри, что он делает. Смотри, что делает самурай. Ронин выбежал. Ай, детский сад. Ну, что же, отлично. Так, у нас с вами будет пока откат. Ёлки-палки, 12 часов. Это чтобы мы с вами забрали отсюда ревард. Так, давай-ка я зайду сюда. Что у нас тут по испытаниям ежедневным? Так, награда друидка. Друидка, это всегда хорошо. Так, маг. Паладин. И копейщица. Посмотрим, кого нам дают на выбор. О, так я думаю, что стоит, ребят, поиграть здесь. Возьму-ка я, наверное, Ронина. Возьму сюда мага-рыцаря. Возьму баллисту. Так, друидку мне взять или ведьму лучше? Как думаешь, а? Кого нам лучше взять? Или вообще деда? Нет, я возьму, наверное, тоже друидку. Да, тоже друидку возьмем. И... И кого-то еще. Там паладин, да? Паладин довольно серьезный чувачок. Слушай, я знаешь, что, кстати, подумал на днях? А почему бы нам с вами не прокачать призрака? Ведь ты его один раз активируешь, и он постоянно будет летать. Наносит, кстати, неплохой урон всем этим дальникам. Особенно Вуджену, который меня раздражает, как вы знаете. Надо будет насчет этого подумать. А сейчас пока мы с тобой... Кого же взять-то, а? Что-то ничего в голову не идет, прикинь. Может, ты к уголовому? Слушай, а давайте ты к уголовому возьмем. Поехали, друзья. Посмотрим, как у нас сейчас с этой колодой все дело пойдет. Если хорошо, то мы и пройдем, в принципе, на все испытания этой командой. Главное не дать возможности выйти друидки. Иначе нам будет здесь с вами... Ну, не сладко, если честно. Так. Вышел паладин. Вышел паладин. Ну, против паладина, конечно же, я буду выставлять своего рыцаря-мага. Мы, по-моему, даже будем сильнее наносить ему урон. Хотя, в принципе, где-то одинаково, да? Так, вызовем тыквоголового. Воу, не понял. Погоди, это что такое сейчас было? А как он полностью хп себе... Что за дела? Ну... Отлично. Красава. Так, я буду сейчас, наверное, на друидку копить. Друидка моя вышла. Маг, успокойся. Ну-ка. Оба. Блин, вот это мне не нравится отражение. Уж... Бесявая фигня, конечно, на самом деле. Давай-ка так сделаем. Еще. Ультушечку. Красиво. Ха-ха-ха. Ну что, я вижу друидку, он свою почему-то не вызывает. И это зря. Потому что мы его сейчас разберем тогда. Козырно. Ну что, друзья мои. Мы получаем с вами 23 друидки. Я думаю, что надо еще сделать один бой. Но на ускорении. Согласись. Потому что, ну, 100% здесь будет победа за нами. Так, набор команды. Короче, берем опять эту башню нашу. Также возьмем Ронина. Хотя от Ронина, честно говоря, я здесь особого, так сказать, толка не увидел. Балисточку. И... Такой головы. Ну, я не знаю. Нужно ли... Может быть, нам лучше ведьму взять? Нет, все-таки друидку я возьму. Хм. Так, погоди-ка секунду. Кого бы нам взять, а? А, погоди-ка. А чумную мышь я могу взять здесь? Могу. Вот давай возьмем ее. Заодно и испытаем. Как раз, ребята, у нас будет сейчас ускорение. Как раз, ребята, у нас будет сейчас ускорение. И побежим, полетим на крыльях счастья. Поехали. Ну как, у него начнется все по стандарту, да? Паладин, все дела. А мы с тобой, знаешь, что сделаем? Ну да, мы вызываем с тобой... Так, потом следом вызываем нашего... Воу! Давай-давай-давай. Руби-руби-руби-руби. Отлично. Сейчас он... Ну, естественно, он применяет ульту. Он применяет ульту. Я вот так вот делаю. Давай-давай, родные мои. Вжариваем. Отлично. Ну, вы поняли, да? Для чего мне здесь нужно было ускорение? Во-первых, чтобы все это быстрее прошло. Потому что я очень уверен, что мы здесь с вами победим. И, кстати, я думаю, что мы будем с вами в дальнейшем те уровни, в которых я уверен, что пройду на 100%, играть через ускорение. Ну что же, последний поединок у нас. Давай, выбираем все то же самое, что у нас было. Это у нас сфера, рыцарь, маг. Возьму сюда баллисту. Можно взять грифонов. Нет, грифона я не буду брать. Грифон у нас не фуловый пока. Грифон у нас с вами не фуловый. Возьму чумнуху. Она мне понравилась. И где мой Ронин? Вот он. Все, друзья. Так же с вами быстренько пробежимся на ускорении. Я думаю, что никто не будет против. Давай. Прям на вот последнем ускорении. На трешечке, так сказать. Ну, где там? Кто там? Что там? Поехали. Ронина ждем. Ронин не разогнался, да, к сожалению. Так, применяем ульту. У-у-у! А тут еще, ребята, быстрее получилось. Ну, это прикольно. Моя цель была пройти это испытание. Я его прошел. Сами видите, идеально. И достаточно неплохое количество карточек на друидку я получил. Давай, кстати, глянем. Сколько нам вообще нужно? Вот так она будет выглядеть, когда прокачается полностью. Довольно симпатично на самом деле. Так, армия. Друидка это у нас... Это у нас... Друидка к какому классу относится-то? Я уже забыл. Самое интересное, друзья мои, смотри. Видите новые места вот эти вот? Здесь еще должны быть персонажи. В скором времени. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Эти ячейки здесь не зря сделаны. Вот тут вот. Вот тут, ребята, они сделали все. Потому что появились новые персонажи. Помните, да? Ведьма. Домик пряничный. Вот этот зомби с надгробием. И последний, кто здесь был, это тыквоголовый. То есть эти четыре ячейки как раз забиты. А в остальных фракциях они еще свободны. Вот интересно только узнать, когда они появятся, вот эти вот новые герои. И я, конечно, надеюсь, что они вообще когда-нибудь появятся. Ребят, в общем, короче, 1350 в данный момент у нас карточек. Нам нужно еще 650. Это немало. Поверьте мне, это немало. Но нам спешить некуда. Все равно рано или поздно мы с вами их получим. На мага тут почти 260 карточек нужно. Ну, на эту башню очень много нужно карточек. На грифона не хватает 300 карточек. Все, конечно, это тяжело добывается. Потому что они тебе не сыплются, да? С каждого боя по 100 штук. Вон, я вижу, может, у нас Бишоп через 23 карточки получить себе третью звезду. В общем, играем, наслаждаемся и потихоньку будем с вами апаться. Ну, а сейчас мы переходим на основную сюжетную кампанию. И мы с вами остановились... О-о-о, помню, помню я этот уровень. Вот Джен противный, да? Вот Джен, который меня тогда достал просто-напросто. Иронин. Скорострел, скоробегун, как тебя назвать, даже не знаю. Ну что, я, наверное, думаю, мы возьмем с вами вот эту. Вот эту возьмем, да, с вами? Ну, давай попробуем. Вот этим отрядом отыграем. Тут у нас щитобот, молотильщик. Все как полагается. Естественно, будем прикрываться. Потому что Аронин здесь. Об этом не стоит забывать, ребята. Хм. Так. Началось, да, значит? Значит, он опять за свое. Ай! Срочно, ребята, выпускаем как можно больше всадников на журавле. А ну, иди сюда. Отлично. Дай монетку. Всадник на журавле у меня сдулся, к сожалению. Так, давай вызывать. Заморозка. Вот так вот. А в этот момент мой молотильщик пилит. Пилит, пилякает. Давай. Так, Ронина подбить надо. Иди сюда. Спасибочки. Ну, подбили. Молодцы. Давайте уже в конце концов разбирать ему замок. Тут ускориться уже можно. Так. Ну, потому что мы уже прижали его к стенке. И он ничего здесь уже не сделает нам. Мы только с вами собираем деньги. О! Карточка на базу выпала. Ну что, неплохо мы сыграли с вами первый бой. Продолжаем. Тут у нас, получается, последний этап. Босс ветродуй. Ну, вы сами уже понимаете, что я здесь буду брать. Вот этот отряд. Ой, потому что здесь у нас противный босс. Его надо будет сносить ультой. И еще не забываем, что здесь Ронин. И надеюсь, он не будет выбегать первым здесь. Так, что там? Ага, вышли, да? Одновременно кто кого. Мой. Мой Ронин. Красавчик. Красавелла. По-другому не назвать. И начинает уже бомбить базу. Круто. Угу. Ну, тут ты зря, парнишка. Тут тебе крантарики. Упс. Так, ульта. А зачем я ульту сейчас применил? Вот я болван. Я же ульту-то коп... Коплю для босса. Сейчас выйдет босс, да? Витродуй. И крышка мне. Нет, ребята. Не вышел никто. Мы что-то как-то быстро тут разобрали его. Для меня это даже неожиданностью было. Ну, что же. Давайте заберем с вами наш Ревард. Из Нефритовой империи. Отлично. Отлично. Тут никаких возражений нет. И у нас с вами последняя карта на этой территории. Это Нежить. Ну, что же. Чумная мышь плюс Голем. Против этих ребят можно выставить кого? Можно выставить этих ребятулик. Но тут чумная мышь, поэтому рискованно я, наверное, возьму вот этот отряд. По крайней мере, здесь может ниндзя что-то из себя, как говорится, показать. То есть она сможет расстреливать чумную мышь. А я знаю, что он сейчас будет ее именно первой выпускать. Так ведь? Что-то тишина какая-то недобрая. Ну вот, вот, ребят. Вот об этом я и говорил. Что все начинается с чумной мыши у него. Давай попробуем расстрелять. Шикарно. Теперь Големчика нам нужно убрать с вами. Давай, давай, давай. Бомбим. Молнии. Отлично. Ускоряемся, ребят, потому что, ну, тут уже все. Тут уже победа за нами. Чумнуха здесь уже ничего сделать не может против двух ниндзь. И мы с вами запинываем. О! Даже карточка у меня на базу выпала. Отлично. Продолжаем нашу эпопею. Смотрим, что у нас тут открывается. Призрак и чумная мышь. То есть я не собираюсь здесь ничего менять. Такой же состав себе оставлю. И у нас должно все получиться. Поехали. Поехали. Ой, а. Я уже думал, что, знаете, уже думал, Ронин побежал. Уже хотел хвататься за все подряд. Так, тихо, Голем, не надо. Голем, отвали. Так, нам нужно, знаешь, что... Да, да, именно жабу с молотом вызвать. И не забывайте про ниндзю. Потому что чумнуха не за горами. Чумнуха у нас не за горами. Где она там? Почему-то я ее не вижу. Вон она, вылетела. И не попал, да? Зато я убил призрака. Ты прикинь? Тут вылетало привидение. Я его молниями подбил. Он второго призрака вызвал. Так, ну что? Я думаю, тут, конечно, он ничего уже сделать не сможет. Мы сейчас ему просто базу разбомбим. Вот и все. Так. Хотя... Опять же спорный вопрос. Да нет, ничего он сделать здесь не сможет. Все. Кранты. Давай, давай. Дай монетку-то мне взять. Слушай, карточки сыпятся на базу вот на эту. Слушай, а база-то у нас вот эта полностью, по-моему, прокачана, если я не путаю, да? Не понял. А это что у нас еще тут-то? А ну-ка, ну-ка. Ёлки-ты-палки, друзья мои. У нас черепаха получает пятую звезду. Черепаха? Я даже сам этого... Как так получилось? Я на нее, по-моему, карточки-то нигде не получал. Ну, как видите, вот. Пятая звезда. Сегодня вообще ебовый какой-то день. Если честно. Три персонажа у нас сегодня пропалось. Обалдеть. Ух. Счастью нет предела. Прекрасно просто. Прекрасно. А мы с вами договорились играть до каких пор? До тех пор, пока у нас все герои не проапаются по фулочке. И не только по звездам, но еще и по уровню. Так что поехали, друзья. Третий. Третий этапчик. Здесь у нас... Оу. Служитель тьмы. Еще та вредина. Ну, ладно. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Я думаю, что можно, в принципе, так. Квест завершен. Я думаю, можно с ним совладать. Кто тут может? Ну, в принципе... Блин, а кто может? Он сейчас за големом поставит именно служителя тьмы. По идее, должно быть так. Так, будем расстреливать. Так, жаба с молотом. Давай-ка я применю ульту. Вот сейчас будет тут пакостить, а. Ты смотри. Еще давай. О, заморозка. Слушай, а вот карточка вот эта редкая на служителя тьмы. Я очень рад, что она нам выпала. Давай, 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 давай. Слушай, ну все очень быстро. Я надеюсь, вы успеваете, да, посмотреть за процессом. Можно, конечно, все это делать медленно. Но мы с вами много теряем времени. Поэтому. Лучше мы ускоримся, да. Как говорится, больше и быстрее пройдем. Так, опытный тактик. Одержи победу в битвах с отрядом С-15. То есть, мы... Хотите сказать, что сегодня мы получим сундук? Вот. Ну-ка, это интересно. Так, дай-ка я еще гляну. Так, это завершено. Пройти через врата. Мы получим 4 гема. Это будет у нас 98. И здесь мы с вами выполним задание. Да, мы сегодня, скорее всего, еще и сундук откроем эпический. Ну, это просто прекрасная серия. Любителям Тауэр Конквеста зайдет эта серия. Я больше чем уверен. Так, ну что. Здесь у нас Летучка, Призрак и Голем. Голем. Ведьма. Ой, ведьма. Ёлки-плак. О чем я думаю? Конечно же Некра. Некра. Как я мог ведьму и Некра попутать? Так, ну что. Я думаю, наверное, мы с вами этот же отряд оставим. Потому что здесь у нас есть БФГшка. Она может, в принципе, сносить всех черепков, которых будет отправлять на нас Некра. Единственное, что БФГшка очень слаба против удара Призрака. Так же, как, в принципе, как и Ниндзя. Но особого выбора нету. Другой отряд какой-то брать я не вижу смысла. А раз начали, как говорится, этим бить, так будем добивать. Так, давай-ка. Приценимся, прицелимся, да? Что-то никто не идет. Раз никто не идет, тогда начнем мы. Выпускаю Голема. О, ё-моё. Как-то, как-то... Давай тогда БФГ, наверное, я вызову. Видишь, как БФГ получает урон от Призрака? Очень большой. О, так он еще и Чумную вызвал. Кто-то у меня из подписчиков спросил. Рэй, а что лучше, Грифон или Чумная Мышь? Я объяснял, ребята, что Чумная Мышь может отравить землю. А Грифон может сделать... Как тебе сказать-то этот? Смертельный крик, хрип, да? Когда она летит и может уничтожить весь отряд свой. Огненный Феникс этот. Так что тут вам как бы решать. Для меня так лично... Что Грифон, что Летучая Мышь, они обе имбовые карты. Так, давай-ка мы начнем. С ульты. О, карточка на Призрака выпала. Это большая редкость, потому что я его сейчас подбил и карточку... Да ну! Ой-ёй-ёй-ёй, друзья мои. Смотри, что происходит. Да куда что-то бьешь-то, ё-моё. Ну... Слушай, а здесь сложно. Видишь? Отравляет землю. И мои персонажи здесь погибают. Я немножко, по-моему, все-таки недооценил, да? Хотя, подожди. Хотя, подожди. Ульту, ульту. Срочно ульту. Да ладно. Слушай, ну это некр, это еще та бабка. Очень вредная. Очень вредная бабка, я тебе скажу. И эти чумные мыши, которых она выпускает, тоже очень вредные. Да, и призраки. 40 секунд у нас на все про все. Отравляющая земля тут еще, блин... Как не вовремя. Давай ульту. 30 секунд. Друзья, 30 секунд у нас остается. Не знаю, получится у нас или нет. Так, бабку завалили. Применяем с вами ураганчик. Плюс заморозка. Ну, чё, чё, чё вы делаете-то, блин? Ой. Ну, 8 секунд вы будете бомбить по замку или нет? 4. По-моему, фейл, да, друзья мои? По-моему, фейл тут будет. Не успели. Блин, не успели на каких-то последних секундах. О, бесит меня вот это все. Бесит. Ладно, переигрываем. Естественно, будем брать с вами другой отряд, который 100% накажет. Значит, здесь некра мне вредила очень сильно, поверь мне. Поэтому где мой отряд с баллистами? Вот он. Всё, не хотят по-хорошему. Как хотят. Будем по-плохому. Поехали, друзья мои. Поехали. Я даже немножечко здесь ускорюсь. Совсем капельку. Тут у нас джиггернаут. Тут у нас всё хорошо сейчас будет, поверь мне. Так, этот призрак улетел. А теперь поехали. Естественно, баллисту это впер... Ой. Ой-ёй-ёй. Давай вот так вот. У нас тут... О, карточка на чуму. А зачем мне? Чумная мышь у меня уже прокачана. Так что всё. Всё хорошо. Ну что? Давай. Наказываем. Наказываем всех здесь. Без разбора. Не хотели по-хорошему? Будет по-плохому. Тут ещё и сердечко выпадает. Вот она, ребята. Имбовая команда. Баллиста очень хорош против вот этих вот всяких... Некра. Кто там ещё у нас есть? Потому что он издалека выпускает три. Три стрелы. То есть он трёх врагов сразу может бомбить. То есть он может колобков бомбить сразу же. Чумную мышь, которая там летает. Он просто имбовый чувак. Баллиста. Тем более он у нас прокачанный хорошенько сейчас. Да, ему как бы уже и не страшно. Это атака призрака. Он целых три атаки может пережить. За круг. Хух. Ну что же. Поехали дальше. У нас с вами последний уровень. Здесь... Здесь дедулечка у нас. Здесь дедулечка. Некра. Мышь чумная. В общем, опять та же самая сборка солянка. Да? Ну я возьму тогда вот этот отряд. Конечно же, вот этот отряд надо брать. Потому что оно... Сами понимаете. Дедушка шуток не понимает. Звездонёт своей дубиной мало не покажется. Так что будем ждать. Накопим сейчас с тобой побольше манны, да? И будем выпускать, наверное... Ой. Тихо. Тихо. Блин. Что за... Успеем? Нет? Как думаешь? Ведьму призвать. Должен я успеть, да? По идее. Ну, давай. Поехали. Поехали. Главное, чтобы яд не... На нашу базу, как говорится, не переключился. Иначе мы с вами получим урон. И всё. Исфилимся. Ультушечка. Против этих колобков. Ой. А вот это вот плохо. Вот это плохо. Давай чумную вызовем. Ну и всё, друзья мои. Вот вам весь расклад. Как уничтожается база вражеская. Оу. Дед вышел. Для меня это нежданчик, если честно. Ха-ха-ха. Тут очень хорошо сыграл Ронин свою роль. Очень обалденно. Он выбежал. Просто, ну, вы видели, да? В ярости, как здесь донул. И дед, старый воин, просто отключился. Сразу же. Всё. Поехали. Перейдём сейчас в новый портал. Вначале заберём наши награды. Слушай, ну вот это неплохо. Вот это вот карточка самая то. Прыгун у нас полностью прокачан. И радиоактивный зомби тоже мы получаем. Так, здесь ядербот. Все говорят, это ядерный робот. Ребят, я понимаю, что это ядерный робот. Я просто сокращаю. Ядербот. Так, пёс храма. Ну и наш замок. А мы, ребят, с вами отправляемся в 121-й телепорт. Квест завершён. Странник, как я вам и говорил. Так, забираем там сколько? 4 гема, если не ошибаюсь. 4 гема. Одержи победу в битвах с отрядом С. А где у нас отряд С? Покажите мне, пожалуйста. Вот этим отрядом я ещё должен выиграть 2 битвы. В принципе, ничего сложного нет. Сейчас, наверное, мы так и сделаем. А посмотрим пока, что нас здесь ожидает. В общем... Погоди-ка, это что у нас? А, это же долина подданных. Господи, я думаю, что это вроде не нефритовая. Это подданные. Вот нефритовая империя. Вот у нас территория захватчиков. Территория нежити. И опять долина подданных. Поехали, друзья, поехали. Начнём. Так, кто у нас тут? Грифон, Паладин. А мы с вами как раз возьмём вот этот вот отряд. И он здесь очень хорошо, наверное, зайдёт. Правда, Грифон меня немножко смущает. Кем я буду против Грифона защищаться? Всадниками на журавле? Или цаплями, как вы просили их называть? Не знаю. Сейчас он выпустит. Блин, фигово будет. А, у меня Паладин же ещё есть. Он тоже может подбивать воздушные цели. Да. Так что давайте, наверное, мы так с вами сделаем. Паладина плюс нашего молотильщика. Давай, 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 родные мои. Так, всадника на журавле сразу призовём. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. О, нет, всё хорошо, всё хорошо получилось. Отлично, ребятули. Всё смачно. Так, наказали. Карточку забрали. И замок, конечно же, разобрали. Найс. Вот это шикарно, ребят. Как говорится, легко и на одном дыхании. Ну, а нам ещё нужно сделать с вами очередной бой, чтобы мы могли с вами получить гемы. Так, здесь прибавляется... Ну, ребят, скажу вам одно. Жрица, как хилер. Она хилит мощно, хорошо хилит. Но, понимаешь, дело в том, что если она остаётся на первом плане, да, впереди, а сзади только лишь будут там тяжёлая пехота эти, да, тот же самый паладин, она не может сама за себя постоять. То есть, она будет тупо стоять и ждать, пока её разберут. В отличие от тёмного жрица, ну, того хилера, вы поняли, да, про которого я говорю? Вот. Он-то может и атаковать, и за счёт того, что он атакует, хиляет своих же юнитов, своих же помощников. А вот жрица нет. Поэтому это большой, конечно, минус у неё. Но если брать именно по количеству отхила, ну, по количеству восполняемого здоровья, то жрица, конечно, сильнее. Так что поехали, ребят. Будем приступать. Так, начнём. Давай с молотильчика начнём. Как говорится, выпустим его для затравочки. Пускай попилит маленько. О, хорошо пошло. Пропилка, да? Замок на дровишки пускаем. Ну, естественно, естественно. Грифа тут сразу вышел. Вызываем паладина, чтобы мы могли противостоять грифону. И тут же нужно сразу выпускать всадника на журавле. Пока он бомбит по нашему паладину, мы должны разобрать. Вот так вот. А вот, ребята, и жрица вышла. Её мы сейчас быстренько тут вот так разделались. Так, пошёл очередной пропил. Ха-ха, пропил. Вот. Кто-то спрашивал про грифона. Вот, ребята, я вам говорил, видели сейчас вот этот вот удар феникса был? Ну, поверь мне, чумная мышь, мне кажется, намного чаще травит землю, чем грифон делает свой вот этот смертельный выпад. Опытный тактик. Ну что, друзья мои, настал тот момент, когда мы с вами будем открывать сундук. Да-да-да, эпический сундук. Мы ведь накопили? Мы накопили, друзья мои. Мы накопили 750 карточек. И гарантированно эпический. Фух. Поехали. Открываем. Ё-по, РСТ, а вот это круто. 145 карточек на чащу. 166 на... Как его звать-то, ёлки-палки? Лорд пустоты. 69 карточек. Ну это база, да? Ну вот, конечно, вот ракетный бот мне не особо нравится. Но все равно, ребят, все равно это очень хорошо. Воу! Да ладно, серьезно что ли? Твою же маковку, ты посмотри. Да что же за день такой чудесный? Ты глянь, у нас лорд пустоты получил пятую фуловую звезду. И знаешь, что я тебе скажу? Что этот парень будет у нас в отряде. Поверь мне. И я даже знаю, куда я его поставлю. Единственная, конечно, проблема, это в прокачке его до сотого уровня. Потому что, ну, в данный момент на своем каком-то 28 уровне от него будет мало толку. Но на соточке он будет выдавать колоссальный урон. Да и вообще он такой офигенный боец. Хотя написано обычный захватчик-герой. Но это еще не все, у нас кто-то здесь. А-а-а, чаще, ребята. Точнее, роща. Башня рощи получает четвертую звезду. Кул? А что я могу сказать тебе? Это родной домик нашей друидки, так скажем. Домик. Башня. Ну, вы поняли. Обалдеть. Вот это да. Вот это у нас сегодня грейды пошли. Фух. Ну что же. А мы с вами продолжаем, друзья мои. Продолжаем атаковать. Здесь... Оу, фехтовальщик. Это уже... Это серьезная заявочка. Фехтовальщика надо обязательно контрить. Он дамагер такой. Он может даже моего щита бота просто разобрать. С двух, там, трех ударов. Причем, не забывайте, у него большая скорость. И он дешево стоит. Вот смотри. Вот специально для проверки я вызвал. Насколько силен он. Раз, два, три, четыре. Пять ударов ему нужно. И понял. И мы его даже не успели разобрать. Да. Вот такой вот этот вот фехтовальщик силен. Именно своей скоростью берет. Так, что у нас тут за проблемы? Я не понял. Что-то паладин у него какой-то уж больно мощный. Давай. Разбомбили. Поехали далее. Так, может быть нам... Нам можно друидку, кстати, вызвать. Только вот нужно ли? Да, я думаю, нужно. Давай вызовем, наверное, друидочку нам. Или так разберем. Пускай и ускоримся, да? Чуть-чуть. Вон, друидка. Не успеет она подойти. Да. Ну, ладно, ничего страшного. Главное, цель-то выполнена. Мы уничтожили замок. И переходим с вами на последний этап. А. Что-то я вообще сегодня спешу куда-то. Видно, перерадовался слишком. Так, у нас здесь маг есть. Маг. Жрица. Такая, знаешь, команда. Маг. Вот маг меня раздражает. Сейчас будет тут бомбить своим электричеством. И жрица, да, будет хилять паладина. Пока мы будем паладина разбирать, нас будет разбирать маг. Скорее всего, как-то так это все будет выглядеть. Все надежды на нашего молотильщика и на его пилу. Которая будет уничтожать всех на этом поле боя. Хм. Жрица вышла. Ну, я так и думал, ребята, что-то здесь готовится такое нехилое мероприятие. Так, давай всадника на журавле тогда вызовем. Где там этот маг в шивеньке вышел? Вот он. Я слышал его кряхтение. Сейчас начнет тут заливать. Блин. Друидка, давай выходи. Ты нам здесь очень сильно нужна. Ну, вот видели, да? Вот если сравнивать дамаг между грифоном и цаплей, то грифон, конечно, в разы круче. Ох, сейчас друидушка тут начнет лютовать. Ох, начнет лютовать. Смотри, что происходит. Просто красный тотем ставится, и колоссальный урон наносится и замку, и всем врагам, которые тут появляются. Вот за это я ее и люблю. Эту друидочку нашу. Так, ну что же, а мы с вами продолжаем. Последний этапчик, и долина поднанных будет пройдена. Кто это? Кому-то, кстати, из моих подписчиков вот этот вот бишоп нравится. А почему я его называю бишоп вместо епископа? Потому что раньше в свое время, когда я играл в Lineage, там была специализация бишоп, и мне нравился этот хиллер. Да и звучит как-то прикольней бишоп, чем епископ. Так, ну что, друзья мои, погнали. Отыграем с вами эту команду. Так, я забыл, кто... Вот, кстати, вот куда я поставлю, друзья мои, лорда пустоты. Вот именно сюда. Потому что богиня солнца, ну, она так себе. Она очень медленная, у нее магия такая, знаешь, специфическая. А лорд пустоты, это лорд пустоты. Тут не поспоришь. Я думаю, что вы со мной полностью согласитесь. Но, ай, красиво, ай, красиво, так как сейчас получилось. Что-то вот у него какой-то паладин, уж чересчур живучий. Я смотрю вот просто на него. Мы его разбираем, разбираем, разбираем. Так, лишь бы не было этого. Вот именно про это я и хотел сказать. Лишь бы не было смертельного крипа. А смертельный хрип, это, знаете, ребята, откуда взято? Из Хардстоуна. Наверное, многие играли из вас, да? И помнят, что такое смертельный хрип. Это когда умирает вражеский персонаж, карта, да? Он что-нибудь такое напоследок гадское вытворяет. Может взорваться, может отравить или еще что-нибудь. Вот здесь то же самое. Грифон умирает и выпускает своего Феникса. Ну что ты, Бишоп, ё-моё, вышел тут. Прикрылся за... Ну, в принципе, то, что он за паладинами прикрылся, это хорошо. Ну, спасет ли это его? Нет, конечно. Просто ниндзями разобрали. Одними ниндзями. Ё-моё. Отлично. Продолжаем. Продолжаем нашу эпопею. Мне иногда хочется, знаешь, типа таких челленджов сделать. Взять, например, и составить чисто отряд людей или чисто отряд нежити и им поиграть. Ну, для того, чтобы это все делать, нужно хотя бы, чтобы у тебя были персонажи прокачанные. Так, король, фехтовальщик и 9 гемов мы с вами заработали. Переходим на нефритовую империю. Тигр и копейщик, да? Так, тут у нас энергии уже нету. Это я приберегу. Так, подожди, у нас же здесь где-то есть... Вот, вот эта команда, что она тут у нас простаивает? Она должна у нас самой первой идти в бой. Так, у нас здесь копейщик... Ой, копейщик, ёлки-палки. Эй! Давай, давай, давай. И Тигр. Чуть было не забыл, что эти же у нас дешёвые и быстрые копейщики-то. А сейчас он ещё тигра вызовет. Блин, это будет плохо. Это будет для меня очень плохо, потому что тигр имбовый чувак, он сейчас будет разносить всех налево и направо. Так, нам помогут только корни. Вот корни нам здесь обалденно помогут. Так. Отлично. По красоте. Забираем монетку. Вызываем мага. Ускоряемся чуть-чуть, потому что ну тут мы сейчас будем просто уничтожать замок. Карточка на копейщика выпала. Найс! Найс! Всё хорошо у нас здесь получилось. Ну что ж, продолжаем. наши битвы. Переходим с вами на второй этапчик. И здесь у нас всего лишь пёс храма. На самом деле, ну, я считаю, что пёс храма, но здесь вообще роли не играет. Что он может сделать? Ну, максимум напугать, да? Это максимально на что он способен. Ну, убежит мой, да, там юнит определённый, но он же вернётся обратно. А если ещё и с подкреплением, так это будет им хуже. им будет хуже. Так, поехали. Так, что-то мне вот это вот не нравится. Отлично. Рубим, рубим этого пса. и вызываем тыквоголового. Может быть, корни выпустить или подождать пока? Ага, тигр вышел. Вот теперь надо корни выпускать. Теперь надо выпускать корни, чтобы он там очень медленно атаковал, делал какие-то действия. А, вы не заметили, что у меня ни в одном отряде нет этого тигра? Я от него когда-то отказался, что ли? А в чём причина? Никто не помнит? Вот и я не помню. Нет, я знаю, конечно, что он дорого стоит и то, что его очень быстро можно разобрать, но у него атака колоссальная и не забывайте, что у него есть дух тигра. Да, что-то воспоминания на меня навеяли и мне захотелось его вернуть в отряд. Погнали. Да, конечно, цена. Цена меня очень пугает. 350 манны это как-то ой-ой-ой, погоди, погоди. Там Ронин был. Друзья мои, тут Ронин есть. Ё-ой-ой-ой. Сейчас будет сейчас будет жесть. Я вам говорил, что будет жесть. Блин, ну самурай здесь ничего не сделает. Ну, что, ну. Вот, вот только вот так вот нас может спасти. Блин, фигня какая-то. И, ребята, это... Да он сейчас меня Ронин одними запинает. Ой, там уже и тигр идет. Так, давай корни выпускаем срочно. Выпускаем корни и нам нужно что? Нам здесь нужен тыквоголовый. Так, пошло, 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 поехало. Ё, не понял, душу, да? Душу выпустил. Ну, что ты, ну. Ой, друзья мои. Фейл, да? Ведь чистой воды фейл. Блин. Да, нихренашечки не вышло. Это все из-за этого Ронина паршивого. Достанет он мне сейчас своими Ронинами. Так, ничего, я здесь тратить не буду, будем переигрывать. Ронин, да, значит? Вот так вот сфейлился я на ровном месте. Хорошо. Он думает, что ему все можно. Я, ребята, вызываю... Подожди-ка. Ага. А вот теперь посмотрим, кто кого. Давай, Ронин, выходи, я не боюсь. У меня здесь нормуль сейчас будет. Тебе понравится. О, он сразу, сразу замедлился. Прочухал, в чем дело, да? Ну, он так вот, так будет с каждым сейчас. Так будет сейчас с каждым. Пускай там выходит в истерике, без истерик. Мне уже абсолютно все равно, ребят. Я знаю, что ему крышка. Ой. А если так? А если так? Так. Ну. Давай, давай, пиликаем, пиликаем на скрипке. Так, паладина, ты справишься тут хоть со всеми-то? О, ураганчик мне в помощь. Жик. И всех по струночке. Так, вот здесь вот цапля, кстати, вообще имбово себя ведет. Очень имбово. Так, давай мы с тобой. Ну, естественно, сразу душу выпускает. Кто бы в этом сомневался? Я в этом нисколько не сомневался, что именно так будет. О, отлично. Вылетела пила от нашего молотильчика и уничтожила практически всех здесь. Ну, все, мы уже возле замка, поэтому нам бояться ничего не стоит. Цапля уже будет бомбить. И рано или поздно она уничтожит ему замок. Ускоряемся. Да хоть ты тысячу душ выпускай, цапли все равно разбомбят. Вот и все, ребята, что и требовалось доказать. А то, видите ли, думает, что все ему можно. Выпустил Ронина и довольный. Я просто немножко просчитался, не доглядел тот самый момент, ребята. Ну что, у нас тут Ронина, ой, тут ниндзи. Ниндзи. Поехали. Раз ниндзи, ну и мы тогда будем вызывать наших ниндз. Ниндзя на ниндзю. Так, тигр здесь еще, да, у нас есть? Тигр, копейщики. Ну у нас здесь танков. Сколько? Две штуки танков у нас. И под эти танки, естественно, мы с вами будем вызывать ой-ой-ой-ой-ой, тигр. Тигр это не то, что я хотел. Давай, сейчас будет выпускать душу. Ребят, вот сейчас будет душа вылетать. Причем, наверное, очень часто. Да? Слушай, как-то странно. Ничего не вылетело. Меня это немножко даже удивило. Так, хорошо, давай. О, видишь, напугал, убежал. Погнали, погнали, погнали. Ребятули, погнали. Не вовремя, этот тигр тут появился. А все, все, победа за нами. Смотри, тут здоровье уже на базе. Ничего не осталось. Мне нравится. Да, жалко, конечно, что энергии у нас с вами практически вообще не осталось. У нас, по-моему, два отряда только. Так, а здесь у нас кто? Богиня Солнца, собственная персона. Так, здесь мы с вами прибережем пока. Вот, пойдем этим отрядом. Это чтобы 100% не терять еще какую-то там жизнь, энергию, чтобы на 100% сразу пройти. Так, ну что, у нас тут Ронин, которого можно, в принципе, сейчас выпустить уже. О, бежи, бежи, бежи. Сейчас кому-то не повезет. Оп. Молодец. Обожаю Ронина. Обожаю Ронина. Но, все-таки, считаю, что Мак-Рыцарь здесь имбовий. Но, именно как Крит, кто наносит Крит-дамаг, это, конечно же, Ронин. Круче его, по-моему, тут никого нету. Так, ну что, сейчас разберем базу, даже не увидев босса. Отлично. Ну что же, мы с вами прошли нефритовую империю. Забираем сундук и смотрим. Девять гемов, богиня солнца и копейщики. Переходим с вами на территорию захватчиков и здесь он, ой, улитка, улитка. Блин, а у меня ничего и нету, да, чтобы поставить против улитки. Нет, есть, вот этот отряд пойдет у меня. Почему я боюсь улитку, ребята? Она дешево стоит, плюс она очень быстрая, да еще к тому же взрывающаяся. Так что, не стоит ее недооценивать. Вот, смотри, что происходит. Фух, я просто успел вовремя сделать. Иначе бы она вот взорвалась бы здесь, и мы бы получили урон. Видишь, как она сильная? Так что, не надо ее недооценивать. О, тут еще оказывается и бородавочник. Это плохо. Надо срочно выпускать нам корни, как можно быстрее, ребят. Корни выпустили, теперь уже что? Теперь надо вызывать магов и тыквоголовых. Вот так вот. И это все дело нужно прикрывать. Прикрывать нашими танками. Отлично. Ну что ты, бородачник, оттуплишься или нет? Готов. Блин, жду. Жду у моря погоды. У меня энергии не хватает. Думаю, когда я же мага вызову-то? Давай вот так вот сделаем корни. И нужен мне здесь маг. Маг, давай влази уже. Хорош там сидеть. Давай еще вызовем нам подкрепление. Классно. Все очень хорошо получается. Да, 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 бородавочник. Все, дышка. Замечательно. Но это был только первый бой. Первый бой. Эта улитка, наверное, будет у нас во всех миссиях, скорее всего, насколько я помню. Здесь она есть. Здесь же и жаба с пушкой. Плюс опять этот бородавочник. Поехали. Так, нужно быть всегда наготове, потому что эта улитка может в любую секунду полететь на тебя. Хм, тишина. Что-то копит. Что-то копит. Какую-то комбу хочет, да? Состряп. Ну да. Состряпал он комбу и улитка бумс. Ага. Жаба с пушкой идет, друзья мои. Ё-моё. А самое плохое, что... Так, давай-ка вот так сделаем. А самое плохое, что у меня самурай не впадал в истерику. И это плохо. Так, нам нужно побольше энергии накопить. Так, накопили, да, вроде бы? Теперь я хочу призвать кого? Мага. Нет, тыквоголового вызовем еще одного. Прикроем это все дело, а потом уже вызовем мага. Ух, шикарненько-то как. Просто эта улитка паршивая. Слушай, ну все, тут, конечно, ребята, песенка спета у врага. Ха-ха. Раскромсали. Отлично. Смотрим. У нас с вами предпоследний, да, уровень? Ой, какой предпоследний? Третий. Ох, а здесь у нас воблер. Воблер это плохо. Со своими этими лазерными мечами. Так, ну в принципе вот этот блин, этот отряд он должен в принципе ну как бы хм затащить эту каточку, ну опять же меня смущает улитка. Расстояние такое большое, блин. Как быть? Джаггера вызывать, наверное. Попробуем успеем, нет? Ага, Джаггера я успел призвать. Уже хорошо. Да иди ты в пень. Тебе тут не хватало только, а? Дурика. Ой, начинается. Так, хорошо, что баллиста у меня стоит. Отлично. Так, мы можем с тобой вот так сделать. Хоп, и пускай сидит и думает. а, его сейчас освободят. Угу. Но, тем не менее, мы все равно улиток подбили, да? Бородачника подбили. У нас вот черепки, колобки скочат. У-у-у-у. Сейчас будет весело. Сейчас будет просто веселуха. Он ничего здесь не сможет сделать. просто ничего. Он, эээ, улитка будет врезаться об колобков. В общем, все. Тут песенка спета. Ускоряться можно спокойно. Вот так вот. Поехали на следующий с вами уровень. И вот теперь уже точно предпоследний. Предпоследний. Тут энергия есть. А больше нигде не накопилось. К сожалению, пока больше нигде нет. То есть, два отряда у нас только существует. Один имбовый, который предназначен у меня для боссов. Ну, а другой менее имбовый, но тоже хороший. Ё-о-о-о-о. А вот здесь, ребята, фейл. А вот здесь вот фейл. Он вызвал улитку. Все. Кранты. Тут можно сразу сдаваться. Хотя, почему сдаваться? Мы же можем хотя бы отбить определенные, да, параметры. Например, там, уничтожить базу, просто не получить урон. Как варик. Давай, попробуем отыграть эту роль. Да, конечно, плохо, когда улитка выходит здесь первая, а у тебя нету дешевых юнитов. Именно в руке нету. Тут самое минимальное это 250 манны. Это джиггернаут. Вот так вот. Так, разбор полетов тут не кислый. Ну, в любом случае, замок мы ему распишем. Заодно и монетки получим, да? Деньги. Какие-никакие, но получим же. Так, давай посмотрим. Если я возьму, например, имбовый свой отряд, это как-то изменит положение. Давай-ка глянем. Кто у меня здесь? Ну, в принципе, Ронина, если только взять. Ронин стоит сколько? 175. А улитка стоит 100. Ну, пока она еще доедет, да как раз и должно, в принципе, и получиться. Вызываем, короче, Ронина первым. Ну, вот так вот. Теперь нам нужно, теперь нам нужно вызвать рыцаря мага. Поехали. Сейчас урона нанесут мне кучу целую. Так, ну, этому конец. Вызываем чумную еще здесь. Все, все, тут уже однозначно ему не выкрутится никак. Тут еще и ускорение прикатило мне. Прикинь. Ну и все, базе хана. Вот так вот дела делаются, друзья мои. Ну что, поехали далее. Последний эпизод. Здесь улитка есть опять. Ага, здесь еще и смотритель. Слушай, ну, против смотрителя, конечно, лучше брать вот этот отряд, потому что, если он начнет на свою сторону переманивать моих юнитов, это будет плохо нам. Так что, готовимся. Так, улитка, да? Нет, не улитка, смотри-ка. Вызвал жабу с молотом. Ну, мы его сейчас накажем, потом я, наверное, буду вызывать Ронина. Как можно побыстрее, чтобы тут все это дело подчистить. Вызовем чумнуху. Ай, воблер появился. Противный воблер. Давай сделаем ульту. Отлично. Вызываем Ронина. Ронин вышел обычно, да? Обычно. Оу, кого-то потеряли. Видишь, травит землю чумная мышь и, соответственно, наносит этим урон. Круто. На самом деле, она сейчас, когда у нас пропалась фулочку, да, чумная мышь, прямо чувствуется ее мощь. На самом деле. Она и до этого не кисло жарила, а сейчас так вообще просто имба. Ну что, ребята, давайте откроем сундук захватчиков и посмотрим, что нам здесь выпадет. В принципе, неплохо. Пришелец, жаба с пушкой и монетки. Переходим на следующий этап и это у нас нежить. Ну, с нежитью тут немножко будет попроще все. Этот стоит дешево. А, попроще. Эти же дешево стоят. Соточку, да, по-моему, а у меня... Слушай, надо что-то нам с вами делать. Давай-ка мы с тобой, наверное, уберем отсюда некра. Но это не дело на самом деле. Ну что это? Сейчас пойдут на меня вот эти быстрые монстры, зомби. А мне даже, как говорится, прикрыться нечем. Поэтому нам, наверное, надо будет поменять. Уберем с вами, наверное, некра или даже грифу. Давай грифу, наверное, уберем отсюда. Да, все-таки грифу я, наверное, уберу, потому что у меня здесь есть баллиста. Хотя, с одной стороны, тоже грифу убирать это как-то по-предательски с моей стороны. И давай посмотрим, кто у нас здесь есть из дешевых юнитов. И в то же время довольно сильный. Пока что-то я никого не вижу. Все какие-то дорогущие. Ё-моё, 325, 325, 325, 350. Слушай, друзья, что за бред? Неужели никого нету? Разбойника брать не стоит, потому что он уходит в невидимость. Хотя он у нас прокачан по соточке. Да и стоит он тоже 200 манной. Воблера, если только брать, но или банши. Кстати, банши. А давай-ка попробуем. Давай-ка попробуем через банши сыграть. Я вот, кстати, не знаю, банши против зомбарей. Кто сильнее? Сейчас узнаем. Стоит, конечно, она не совсем дешево, да? 150, но тем не менее. Так, смотрим. Кричит. Слушай, не дотягивает, ребята. Не дотягивает она, к сожалению. Это плохо, это меня еще больше расстроило, блин. Что же делать, тогда будем как там дальше справляться вообще с этим делом? Ладно, разносим ему, короче, замок. Ядре, не фени. Погнали. Ну, давайте, 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 уничтожаем. Слушай, я не знаю, кого нам поставить теперь. У нас в одном отряде две слабые карты находятся. Это, знаешь, какой отряд? Вот этот. Нет, не этот. Вот здесь вот. У нас с тобой вот этот вот мечник, да, и самурай. Что они тут вдвоем делают? Блин. Я не знаю, кого здесь, здесь вот поставить вместо, чтобы он был в то же время и сильным, чтобы он держал, да, защиту, как вот, например, тот же самый щитобот. живучий, и чтобы он, блин, я не знаю, ребят, тут надо прокачивать. Мог бы, наверное, вот вполне сгодиться здесь воблер, но он 49 уровень всего лишь. Зомби, может быть, взять нам. взять зобби, но он 200, он 200 маны стоит, блин. Остальные все дорогие. Лучницу? Может, лучницу взять? Не знаю, давай попробуем, давай попробуем лучницу, надо еще прогапать ее. Ну, пускай 94 уровень, хорошо, фиг с ним, 94 уровень, все, пробуем, друзья мои. Надо проверить, надо все способы находить. Справится ли она с этим зомби? Я не уверен, конечно, но попытаемся. Так, давай, давай. Она сейчас пока выстрелит, пока. О-о-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о, нет, друзья мои, вообще не вариант. Лучница, это не варик. Как танк, она вообще не заходит. Да, вот тебе и незадачка Я не могу найти оптимального воина для ранней игры с дешевыми юнитами Это меня просто коребит, вот серьезно тебе говорю Просто вот вымораживает Да и было на самом деле глупо брать лучницу Мне нужен именно танк, а не дальний бой 200 А там следом идет, нет, ну не подходит Остальные все запредельно высоко, дорого стоят Фехтовальщик, так у него 37 уровень Не, в принципе фехтовальщик пошел бы, но его нужно прокачать Надо будет заняться прокачкой Либо вот этого зомбика Либо копейщицы, либо Кстати, когтистый тоже подошел бы Ну видишь, мы с вами деньги совсем другое тратим Твою же маковку Кто у меня здесь был А, у меня улитка тоже есть, кстати, 70 уровня Может быть улитку взять Предположим, да, она... Ну, давай попробуем Давай попробуем улитку Давай попробуем улитку Или же нет Вопрос мне такой интересует просто-напросто Давай проверим Да ладно Серьезно, что ли? Да Ну, в общем, ребята, фейл Улитка 70 уровня Не дотягивает Не дотягивает до уровня Всю энергию Сдул Прикинь На отряде на этом Вот так вот Вот тебе и выкрутасики Ладно, я поставлю Наобратно Кто у меня тут стоял-то? Я уже не помню Кто у меня тут был-то, а? Да, здесь был у меня грифон Блин, ну что? Я не знаю, ребята У нас осталось Да что-то меня все на этот уровень-то У нас хоть где-нибудь есть энергия? Блин, ну только на имбе Имба Ну тут-то понятно Здесь можно вызвать Ронина Ронина-то понятно Расправиться с этим зомбарем-то В пять сек причем Даже не поморщится Смотри, он сейчас просто Смотри Ходжа Тут вообще ноль вопросов Ноль вопросов К Ронину вообще ноль вопросов Ты понимаешь? Тут дальше просто все легко делается Вызывается вот так вот И пошла-поехала мазутка Вот, вызываем тут чумноху Ронина можно опять вызвать Тут уже, как говорится Разгуляй, Вася Все, тут ничего страшного нету Но это на наших имбовых отрядах Они у меня и заточены именно под это А вот как там быть Да Нужно что-то думать О дешевом танке Или быстром дамагере Но дешевом Друзья мои Иначе мы будем вот так вот Дальше с вами фейлиться И будем очень медленно С вами продвигаться Так, ну что у нас есть? Там энергия-то где-нибудь накопилась Честно говоря, я думал, что мы пройдем с вами территорию нежити Но, видишь Не получилось, к сожалению Нету, ребята Нету Тогда будем с вами закругляться Всем большое спасибо за просмотр Надеюсь, вам понравилась серия Хотя, в принципе Начало было вообще изумительно Потому что мы столько сегодня героев с вами пропали Поднялись в силе, как говорится Укрепились Так что, всем пока Всем удачи И до новых скорых видосиков